Губернатор Приморья Олег Кожемяка посетил Арсеньев с рабочей поездкой. Сейчас там строится горнолыжный курорт «Белая гора», который обещает принять любителей лыжни уже этой зимой. На стройке работают десятки единиц техники, завозятся стройматериалы. На первом этапе здесь возведут две современные скоростные канатные дороги. Планируется увеличение протяженности горнолыжных трасс до 11 километров. Будут построены гостиницы, автопарковки и рестораны, а также досуговый центр. То, что касается «Белой горы», ребята двигаются, сложность есть, конечно, с поставкой оборудования. Но, тем не менее, они их решают и надеются, что первый подъемник они поставят уже кресельного типа здесь. И сейчас главная задача всем, чтобы строительством этого горнолыжного ската, в том числе, не помешать беговым лыжам, трассам. Поэтому сейчас и министр физкультуры и спорта, и Владимир Сергеевич поработают над этим, вместе со Столбовым, со специалистами, с тем, чтобы сезон мы здесь открывали. И большое количество любителей лыжного бега продолжали здесь проводить соревнования и проводить выходные одни. Также строится арендный жилой дом на 220 квартир. Сейчас строители занимаются возведением каркаса здания. Всего будет 12 этажей. В неделю монтируется один этаж. Сдать дом планируют в декабре 2025 года. Посетил Олег Кожемяка и ТОС Станционная. Благодаря активности жителей на улице Станционной построили детскую площадку, сделали ограждение и тротуар. Идет строительство жилья. То есть работает программа ТОСов. Надо здесь немножко ее расширять и увеличивать объемы финансирования по тем городам до 50 тысяч, где выпускается продукция оборонного значения. Это у нас попадает Арсеньев в Большой Камень. Поэтому дал поручение Министерству жилищно-коммунального хозяйства и те, кто занимается ТОСами, подходить сюда с конфиденцентом 1,4. С тем, чтобы была привлекаемость. Под Арсеньевым есть приют для безнадзорных животных. Там живут более 1200 собак. Удивительно, что здесь можно встретить породистых животных. Алабаев, овчарок, биглей. Заехали в Арсеньев питомник, где содержатся собаки. Здесь 1247 собак. Нормальное содержание, нормальный уход, хорошая ветеринарная клиника. Есть очень породистые собаки. Бигли, маламуты, хаски, овчарки, даже тибетский док. Поэтому, конечно, желательно, чтобы те хозяева, которые думают, что их потеряли, смотрели на сайт и обращались, и брали собаку к себе домой на воспитание. Но в любом случае программа работает. И мы со своей стороны сейчас в бюджете 2025 года предусмотрим выделение финансовых средств на строительство такого уже питомника под Уссурийском, на пожизненное содержание собак, где-то порядка на 800 мест. В целом, глава региона отметил хорошее развитие Арсеньева. На финишной прямой работы по благоустройству парка «Восток» в городе. Преображение общественного пространства парка «Восток» проходит в несколько этапов по нацпроекту «Жилье и городская среда». А также поэтапно будет ремонтироваться дорога на Арсеньев. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом.